Акция «Ночь в музей» действительно преображает учреждения культуры, музеев, магическое пространство, где экспонаты, возможно, оживают, а картины меняют свои краски. Выступления воздушных гимнасток, выставка тувинского седла, мини-спектакли о традиции ношения на костных украшений, аквагрим и многие другие площадки были организованы в рамках акции. Планируем на мастер-класс по бетероплетению. Мы сейчас играли на играх, попадания мешков. Мне больше всего понравилось там, где надо собирать пазлы и по частям. Акция «Ночь в музее» для ее участников становится настоящим приключением, полным загадок и неожиданных открытий. Гости пытаются разгадать тайны и историю прошлого посредством викторий, наребусов, экскурсий и всевозможных выставок. А еще с акции можно было уйти собственным портретом. Пока три рисовала. Занимает 10 минут. Я уже рисую три года, уже привыкла. Поначалу это сложно, когда людей много потоков. Потом уже навыки рисования поднимаются и рисовать становится легче и легче. Мастер-класс журавлей с оригами собрал немало количества участников. Существует легенда о том, что если сложить тысячу журавликов и загадать желание, то оно непременно сбудется. Вторая мировая война придала древней фигурке еще одно значение. Она посвящена японской девочке Садаке, которая была обучена во время Второй мировой войны. Ей сказали, что если сделает тысячу журавликов, то останется живот. Ей остался год. Но она успела 644 журавликов сделать. И на ее похорону вся Япония приходила с журавликами. Было сложно, но увлекательно. И историю, которую рассказала Башка, тоже было очень интересно. Это был мой первый журавлик. Мне понравилось, но это было очень сложно. Не знаю, мне там никогда журавли так много нервов не съедали. Не остался без внимания и интереса гостей и мастер-класс по гончарному делу. Многие участники акции впервые сели за гончарный круг. Аратул Бегзин на базе Центра Тувинской культуры преподает и учит данному мастерству всех желающих. У меня и кружок идет, и мастер-класс идет. Я очень рад, что попал на это мероприятие. И детям, и людям показываю вот это длинное искусство. И именно гончарная техника. Маленькие кружки, вазы, пиалы или чашки. Ну, именно на гончарке что можно сделать. На данный момент вот таких маленьких детей. Очень полезное занятие. Вот увлекательный, для мелкой моторки и так далее, и так далее. И даже вот этот отдыхает умственно. Вот такие пользы тоже есть. И вишенкой на торте акции «Ночь в музее» стало выступление Вия Пачаны, школы креативных индустрий. Название ансамбля созвучно с пацанами, но они именно Пачаны. Основное направление в музыке этих творческих ребят – рок. Подростки в дальнейшем планируют написать и авторские песни. Айра Асад, Вадим Ишсурток, Янгар КужГ, телеканал Тува-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова